Дэн Браун. Код да Винчи. И снова посвящается Блит. Еще в большей степени, чем всегда. Факты. Приорат Сиона. Тайное европейское общество, основанное в 1099 году, реальная организация. В 1975 году в Парижской национальной библиотеке обнаружены рукописные свитки, известные под названием «Секретный досье», где раскрывались имена многих членов Приората Сиона, в их числе Сэр Исаак Ньютон, Боттичелли, Виктор Гюго и Леонардо да Винчи. Личная прелатура Ватикана, известная как Опус Деи, является католической сектой, исповедующей глубокую набожность. Заслужила печальную известность промыванием мозгов, насилием и опасными ритуалами умерщвления плоти. Секта Опус Деи только что завершила строительство своей штаб-квартиры в Нью-Йорке на Лексингтон-авеню 243, которое обошлось в 47 миллионов долларов. В книге представлены точные описания произведений искусства, архитектуры, документов и тайных ритуалов. Пролог Париж, Лувр, 21 час 46 минут Знаменитый куратор Жак Соньер, пошатываясь, прошел под сводчатой аркой большой галереи и устремился к первой попавшейся ему на глаза картине полотну Караваджо. Ухватился руками за позолоченную раму и стал тянуть ее на себя, пока шедевр не сорвался со стены и не рухнул на 70-летнего старика Соньера, погребя его под собой. Как и предполагал Соньер, неподалеку с грохотом опустилась металлическая решетка, преграждающая доступ в этот зал. Паркетный пол содрогнулся. Где-то завыла сирена сигнализации. Несколько секунд куратор лежал неподвижно, хватая ртом в воздух и пытаясь сообразить, на каком свете находится. Я все еще жив. Потом он выполз из-под полотна и начал судорожно озираться в поисках места, где можно спрятаться. Голос прозвучал неожиданно близко. Не двигаться! Стоявший на четвереньках куратор похолодел, потом медленно обернулся. Всего в пятнадцати футах от него, за решеткой, высилась внушительная и грозная фигура его преследователя. Высокий широкоплечий, с мертвенно-бледной кожей и редкими белыми волосами. Белки розовые, а зрачки угрожающего темно-красного цвета. Альбинос достал из кармана пистолет, сунул длинный ствол в отверстие между железными прутями и прицелился в кураторы. «Ты не должен бежать», — произнес он с трудно определимым акцентом. «А теперь говори, где оно». «Но я ведь уже сказал», — запинаясь пробормотал куратор, по-прежнему беспомощно стоявший на четвереньках. «Понятия не имею, о чем вы говорите». «Ложь!» Мужчина был неподвижен и смотрел на него немигающим взором страшных глаз, в которых поблескивали красные искорки. «У тебя и твоих братьев есть кое-что, принадлежащее отнюдь не вам». Куратор содрогнулся. «Откуда он может знать?» «И сегодня этот предмет обретет своих настоящих владельцев. Так что скажи, где он, и останешься жив». Мужчина опустил ствол чуть ниже. Теперь он был направлен прямо в голову куратора. «Или это тайна, ради которой ты готов умереть?» Саньер затаил дыхание. Мужчина, слегка запрокинув голову, прицелился. Саньер беспомощно поднял руки. «Подождите, — пробормотал он, — я расскажу все, что знаю». И куратор заговорил, тщательно подбирая слова. «Эту ложь он репетировал не раз и всегда молился о том, чтобы к ней не пришлось прибегнуть. Когда он закончил, его преследователь самодовольно улыбнулся. «Да, именно это мне говорили и другие». «Другие?» — мысленно удивился Саньер. «Я их тоже разыскал, — сказал Альбинос, — всю троицу, и они подтвердили то, что ты только что сказал». «Быть того не может. Ведь истинная личность куратора и личности трех его прислужников были столь священны и неприкосновенны, как и древняя тайна, которую они хранили. Но тут Саньер догадался. Трое его прислужников, верные долгу, рассказали перед смертью ту же легенду, что и он. То была часть замысла. Мужчина снова прицелился. «Так что, когда помрешь, я буду единственным на свете человеком, который знает правду». «Правду?» Куратор мгновенно уловил страшный смысл этого слова. Весь ужас ситуации стал ему ясен. «Если я умру, правды уже никто никогда не узнает». И он, подгоняемый инстинктом самосохранения, попытался найти укрытие. Грянул в выстрел. Куратор безвольно осел на пол. Пуля угодила ему в живот. Он пытался ползти, превозмогая страшную боль. Медленно приподнял голову и уставился сквозь решетку на убийцу. Теперь тот целился ему в голову. Саньер зажмурился. Страх и сожаление терзали его. Щелчок холостого выстрела эхом разнесся по коридору. Саньер открыл глаза. Альбинос с насмешливым недоумением разглядывал свое оружие. Хотел было перезарядить его. Затем, видно, передумал. С ухмылкой указал на живот Саньера. «Я свою работу сделал». Куратор опустил глаза и увидел на белой льняной рубашке дырочку от пули. Она была обрамлена кольцом крови и находилась несколькими дюймами ниже грудины. Желудок. Жестокий промах. Пуля угодила не в сердце, а в живот. Куратор был ветераном войны в Алшире и видел немало мучительных смертей. Еще минут пятнадцать он проживет, а кислоты из желудка, просачиваясь в грудную полость, будут медленно отравлять его. «Боль, знаете ли, на пользу, месье», — сказал Альбинос и ушел. Оставшись один, Жак Саньер взглянул на железную решетку. Он был в ловушке. Двери не откроют еще минут двадцать, а ко времени, когда подоспеет помощь, он будет уже мертв. Но не смерть страшила его в данный момент. Я должен передать тайну. Пытаясь подняться на ноги, он видел перед собой лица трех своих убитых братьев. Вспомнил о поколениях других братьев, о миссии, которую они выполняли, бережно передавая тайну потомкам. Неразрывная цепь знаний. И вот теперь, несмотря на все меры предосторожности и ухищрения, он, Жак Саньер, остался единственным звеном этой цепи, единственным хранителем тайны. Весь дрожа он, наконец, поднялся. Я должен найти какой-то способ. Он был заперт в большой галерее, и на свете существовал лишь один человек, которому можно было передать факел знаний. Саньер разглядывал стены своей роскошной темницы. Их украшала коллекция знаменитых на весь мир полотен. Казалось, они смотрят на него сверху вниз, улыбаясь, как старые друзья. Поморщившись от боли, он призвал на помощь все свои силы и сноровку. Задача, предстоявшая ему, потребует сосредоточенности и отнимет все отпущенные ему секунды жизни до последней.